Привет, друзья! С вами Варчик. В этом видео я коротко по фактам вам расскажу, что такое защитник, как с ним бороться, ну и играя на нем, что нужно делать и чего бояться. Ну и в целом, чего стоит этот танк. Погнали! Для начала начнем с минусов и почему я этот танк не люблю. В целом, танк очень сильный и хороший, у него есть яркие плюсы, но результат, который я на нем набиваю, а именно урон, те чувства и эмоции, которые я во время этого получаю, оставляют негативный осадок. Поскольку пушка имеет плохие УВНы, точность 0.44, сведение 3.2, стабилизация плохая, ДПМ 1700, альфа 440, ну и КД в среднем 12-13 секунд. Даже при 6 перках и топпайке, эта пушка просто дробовик для ближнего боя. Плюс еще сверху накладываем ВБР, который вмешивается в точность, в альфу и в пробитие. Таким образом мы получаем, что этот танк может как и сам накидывать тонны урона, не целясь вообще куда захотел, так и при полном сведении впритык не попадать никуда. Поэтому у меня на нем стримчики проходят как контрастный душ. Один стрим у меня на нем средний урон 3000, другой стрим 2000. Вот и выходит там где-то между посередине что-то. Если вы привыкли играть на СТшках с точными стабилизированными пушками, то поначалу защитник у вас будет вызывать отвращение. Но приучившись на нем играть, в целом на большой дистанции за большое количество боев, он будет показывать хороший достойный результат на 8 уровне. Но сможете ли вы обуздать свои эмоции и тупо на нем не гореть, это уже вы должны сами за себя отвечать и понимать. У меня жопа на нем горит. Я не могу играть на таком дробовике. Но когда я смотрю на результат, который он показывает, я в принципе доволен. Результат он показывает на 8 уровне хороший. Но когда я на нем играю, просто полыхает. Также из минусов еще 350 обзор. В конце боя против СТ и ЛТ вы не угонитесь за ними с удельной мощностью 14, а с обзором 350 не увидите. Потому что вы все поставите на орудие кривое, досылатель стабилизатор сведения. И на обзор вообще ничего не будет, максимум можно поставить допаек, но вы все равно ничего не увидите. Но с затяжиками с 14 уделки можно погоняться. Самое главное, что у этого танка есть из плюсов, это броня. Броня, мое почтение. Броня, да. Я согласен, что этот танк на 8 уровне очень бронированный. Довольно таки нормальная мобильность у него и очень жесткая броня. Даже если у врага пробитие 250, довернуть корпус, то НЛД будет пробиваться вряд ли. Очень мало шансов, что пробьется НЛД. Также щучий нос тоже будет поддаваться с трудом. Поэтому если спрятать ближнюю щеку, то танк не будет пробиваться вообще. Уязимые зоны у танка такие. Если он стоит к вам ровно, то стрелять нужно в лючки. Это самая уязимая зона. Всегда. Но они небольшие и в них нужно еще попасть. Также если у вас пробитие больше 220, можно стрелять в НЛД под прямым углом. В верхнюю часть. Если ниже 200 пробития, то вам только в лючки стрелять. НЛД очень жесткая. Если НЛД доворачивать, защитник стоит к вам ромбом, то в НЛД можете даже не стрелять, даже если пробитие 250. Вам нужно стрелять в ближний каток. Желательно чуть выше. Ну или уже смотря какая точность, можно и просто в каток. Также народные умельцы, генералы вакуумных пакетов стреляют просто в маску. Если пробитие большое, то пробивают. Также можно на защитнике танковать и бортом. Для этого выворачиваете борт. Верхняя его часть вряд ли пробьется с любой пушки. А вот там где находятся гусеницы, там броня потоньше. Поэтому бортом как можно и танковать все подряд, так и можно ничего не танковать. Но и при этом при всем надо еще куда-то ближнюю щеку-то допрятать, если вы собираетесь танковать бортом. Вот в принципе и все. Вот такой вот защитник. Если вы настроены на внимательную, хорошую игру, то защитник вам в принципе зайдет. Если вы понимаете, как поворачивать свой танк, доворачивать корпус, то он будет у вас танковать. Ну и если не будет гореть от кривой пушки. Танк в принципе достойный. Если всего этого не умеете, то танк вам не зайдет. Танк как и легкий, так и сложный. Просто нужно понимать, какие у него плюсы, какие минусы. А стоит ли его брать или нет? Кто-то его любит, кто-то нет. Просто вы должны для себя сами все осмыслить. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...